В Омске появилась первая жертва зацепинга. Амич зацепился за трамвай, но не смог удержаться и упал во время движения. Повредил ногу. Видео появилось в интернете. Опасные увлечения молодежи принимают все больше размах. С героями некоторых аэроликов встретился Дмитрий Куканас. Трамвай отъезжает от остановки и набирает ход. Молодой человек держится за стоп-сигдалы. Видно, что они не выдерживают веса и постепенно отламываются. Зацепер кричит, понимая, чем это кончится, но ничего поделать не может. Ринцидент произошел на перегоне между остановками улицы Маяковского и Юнгородок. Обычно в этом месте трамвай успевает разогнаться до 20-25 км в час. И хорошо, что скорость была не больше, иначе последствия такого падения могли быть значительно тяжелее. В электротранспорте говорят, что этой зимой любителей прокатиться с ветерком стало значительно больше. Раньше они цеплялись на конечных остановках в спальных районах. Теперь зацеперов можно встретить на любом участке маршрута. Они немедленно сообщают нашу диспетчерскую службу. И наша диспетчерская служба уже непосредственно звонит в управление внутренних дел. Также мы писали письмо буквально в феврале месяца этого года в управление внутренних дел о том, чтобы они провели работу в учебных учреждениях. В межсезонье таких лихачей обычно становится меньше. В грязный снег и лужи спрыгивать на ходу удовольствия мало. Об одежде подростки беспокоятся больше, чем о собственной жизни. Слышь, давай аккуратно. Так, так, поучу. Зато с приходом весны открывается сезон у других экстремалов – руферов. Пробраться на крышу, чтобы повиснуть на ограждениях или на проводах. От такого зрелища у нормального человека замирает сердце. Ничего страшного, говорят авторы ролика. Провода были не под напряжением. А с физподготовкой у нас все в порядке. За плечами семь лет в альпинистском кружке. Впрочем, сейчас молодые люди временно прекратили свои вылазки на крышу. В правоохранительных органах решили, что их увлечение сильно похоже на другую опасную игру. Большинство заданий синего кита основаны на лазине по крышам. А также последнее задание, 50-е, заключается в том, чтобы скинуться с крыши. Я никак не поддерживаю эту игру, никак в ней не участвую, не являюсь куратором. Естественно же, ну и полностью против подобных игр со смерти. Но полностью отказаться от своего увлечения молодые люди без специальной помощи, скорее всего, не смогут, говорят психологи. Эмоции, которые переживают и руферы, и зацеперы, просто так не отпускают. Дмитрий Куканас, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск. Часто до больничной койки может довести обычное любопытство. Так, омские подростки нашли пневматическую винтовку и решили разобраться в ее устройстве. Один из парней случайно выстрелил другому в лицо. Испугавшись, что будут наказаны, взрослым ничего не рассказали. На следующий день рана на лице пострадавшего сильно воспалилась. Ребенку понадобилась медицинская помощь. Сейчас полицейские выясняют, где мальчики взяли оружие.